Рок-клуб ленинградский клуб Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сейчас мы с вами пойдем смотреть еще одну выставку, посвященную 40-летию Ленинградского рок-клуба, организованную в этот раз Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства и размещенную в галерейном флигеле Шереметьевского дворца по адресу набережной Фонтанки, дом 34, где располагается музей музыки этого государственного большого музея. Выставка называется «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век». Исходя из информации, размещенной организаторами в различных изданиях, в центре этой выставки авторская экспозиция работ известного петербургского фотографа Валентина Барановского. Также здесь должны быть представлены различные артефакты, предоставленные известными российскими рок-музыкантами этому музею. Больше про саму выставку информации я никакой не нашел, поэтому предварительно мне сказать больше нечего. И предлагаю поэтому сразу идти и смотреть, а потом уже подведем итоги и сравним с выставкой в русском музее. Пойдемте. Успели. Видите, была до 19.04.21. Сегодня 23-й, а они продлили ее. До, по-моему, 10 июня. Поэтому посмотрим «Золотой век». Фотовыставка Валентина Барановского. Ну, хорошая коллекция, согласитесь. Красивая, симпатичная. Инструментики-то оригинальные. Почти как у меня. Только у меня электрические, если вы помните. Собираю. Надеюсь, что когда-нибудь она будет представлять собой большую ценность. И Санкт-Петербургский музей музыки возьмет ее в свою экспозицию, чтобы люди посмотрели, полюбовались гитарами, которые собрал в кучку Волощук СД. Ну вот и сама выставка. Внутри уже. А вот и автор. Валентин Барановский. Это его супруга Нина. Вот это именно его фотографии. Уже прямо на входе вижу профессионализм подхода. Здесь как-то... Мне сразу режет глаз профессионализм. Профессиональный фотограф. А это понятно. Жаль, что он только что ушел. Прямо перед нами. Не успели поговорить, не смогли. Жаль. Ничего. Посмотрим. Чистя клоп. На кармошке наяривает. А помните пионер-лагеря советский? Когда на кухне было чайники такие, алюминиевые, там, чай написано. Или кофе, или компот. Что у них было написано. Так, да. На аквариуме. Были на концертном аквариуме. Я еще был в кино концертом в зале «Россия». Классный там был зал. Очень хорошая акустика. Приезжал Ильбинчиков. Мне понравилось, как он работает. Ну, с аквариумом они работали. Что мне понравилось? Без болтовни. Человек работал. Буквально, несколько слов, зал и песня. Очень хорошо отработал. Вот так мне понравилось. Ну, уже нету киноконцертного зала «Россия». И той аллеи славы, которая была перед входом в зал. Там была аллея славы, звезды были. Ее нет уже. К сожалению. Теперь там парк «Зарядье». Ну, хороший показатель. Видите, поезд в огне. Хорошая песня. Ну, не знаю. Оттуда этот поезд. Или просто сидят где-нибудь на паровозе. Ну, песня «Поезд в огне» хороший. А слышь, чеша поет. «Рок-н-ролл мертвый» говорит, а я еще жив. Это он пел лет 30 лет назад, если не 40. И до сих пор рок-н-роллы поет. И рассказал Бастиду 40 лет назад, что рок-н-ролл мертвый, а он еще жив. Оказывается, и рок-н-ролл жив, и он еще жив. Я имею в виду, как Борис Гребенчаков. Неправильную песню спел. 40 лет назад эпатажную. Соврал. Вот так вот я скажу. Рок-н-ролл жив. Рок-н-ролл forever. Если Волощук сюда пришел, в рок-музыку, то рок-н-ролл не умрет. Мы будем играть настоящий новый хард-рап. И играем его. Музыкант Юра. Сосредоточенный товарищ. Видите, что-то умное хочет сказать людям. Вот она, классика гитаростроения. Fender, Stratocaster. Написано, гитара Юрия Юлиановича Шепчука. Потертая, побитая, в рок-н-ролл в боях побывавшая. И кейсик от нее хороший. А вот еще одно произведение. Технического искусства. Магнафон тембр. Бобинный. Красавчик. А из них делали ревербераторы. Знаете, что это такое? Ревербератор. Это эхо искусственно делали. Сюда кваспорезводящие головки ставили еще парочку головок. И когда нужно было сделать звук повторения, эхо, то либо на одну головку, либо на вторую, включали вторую головку. И оно воспроизводило дважды, получалось эхо. Умельцы паяли, делали ревербераторы. Мы тоже делали в детстве. Но мы делали, правда, из приставки нота. А это тембр. Это покруче. Это покруче. Еще одна гитарка. Гитара Славы Бутусова. Подарок музею написано. Эпифон. 12-струнный, кстати. Слава Бутусов. Любит играть на гитаре. Вот такой. Были на его концерте недавно в Крокусе. Вот он там зажигал. На такой гитаре. И на телекасте. Ну, с телекастером он еще работал. Но, меня удивительно другое. Он же вроде бы екатеринбургский рок-музыкант. Насколько мне не изменяет память. Я имею в виду Наутилус Помпилиус. Вроде бы как оттуда. Это не питерские. Но я думаю, что они и здесь много играли. Поэтому Питер это такая вторая столица нашего рок-музыка. Хотя они сами считают, что первая. Нет, ребята. Первая это все-таки Москва. Там первая рок-музыка была. Сокол. 65-й год. Машина времени. Цветы. Они там были первыми. Да, потом питерцы, конечно, тут развернулись по полной программе. Эстафету переняли у москвичей. И здесь развернулась бурная рок-н-ролльная жизнь. И первый рок-клуб был именно здесь. В Москве он появился аж 4 или 5 лет спустя. Здесь в 81-м году. Там в 85-м. В 86-м он начал функционировать. То есть 5 лет разрыва. Настолько они опередили. Ну, и вот он. Монстрила. Константин Кинчев. Молодец. Молодец. Мне нравится, как он работает. Вот такой мужик. Энергичный. Нестареющий. Вот так. Видите, судилище советское. Константин Кинчев отвечает на вопросы серьезных товарищей о своей рок-музыке. Вот. Видите, газета «Смена» и «Судьи». Народные надо узнать. А я же хочу написать песню о рок-музыкантах, которые пострадали от советской власти. Надо узнать, что там с Кинчевым было. Но про других я кое-что узнал. Я вам спою про них. Я расскажу. Ну, что я хочу сказать сразу же. Мне нравятся эти авторские фото. Они впечатляют. Честно скажу. Вот в Русском музее хорошо. Тематично сделали. Там группа кино, группа аквариум, аукцион, звуки муф. Там по тематике. Такой классический музейный подход. А здесь мне нравится индивидуальность фотографий. Классно. Вот они прям передают дух. Очень красивый. Очень интересный. Этот человек ловил момент. Это прикольно. Это класс. Мне здесь нравится почерк фотографа. Чувствую. Почерк мастера. Валентина Барановского. Жаль, что мы с ним разменулись. Но я ему передаю привет. Хорошие фотки. Вот такие вот. Великолепные. Я давно задумываюсь. Знаете, над чем? Над тем, что в воспоминаниях многих наших рокеров тех времен их так всех бедных притесняли. Так притесняли. Так они боролись с режимом, с кровавым. Но когда я начинал узнавать, а кого же хоть посадили, хоть кого-нибудь посадили, ты раз, два, три перечень кончался. На одной руке пальца. Но что я узнал по поводу того, кто же реально пострадал от советской власти. Кого за музыку пострадал. Не просто там за поножовщину, а за музыку. Сколько же реально посадили людей. И вот что я нашел вообще по музыкантам, не только по рокерам. Самый вопиющий случай, конечно, который там реально люди пострадали за музыку, это ленинградский рок-музыкант Валерий Баринов. Он баптист, верующий и лидер рок-группы Трубный Зов. Но это такая группа была, которая пела на религиозной тематике. Записали они альбом, и он передал записи группы. Так как он не мог их здесь распространять в Советском Союзе, и борьба с религией была, и борьба с рок-музыкой, то он взял, передал записи этого альбома на «Голос Америки» и «Би-Би-Си», где они и зазвучали. А после того, как они там зазвучали, их чарующие звуки услышали сотрудники Комитета Государственной Безопасности. И поэтому Баринова Быстренко насильственно поймали и госпитализировали в психиатрическую больницу. Тогда вот считалось, что кто на такие темы поет, тот немножко завернутый, товарищи. По выходу из больницы он с другим музыкантом из той же группы, бас-гитаристом Тимохиным, попытались на лыжах перейти советско-финскую границу, чтобы там уже в Финляндии записать свой следующий альбом. Но они были пойманы доблестными советскими пограничниками, арестованы и осуждены. Баринову присудили два с половиной года лагерей, а Тимохину два года исправительных работ. По выходу из заключения Баринов уехал и мигрировал в Великобританию. И хотя их судили за незаконный переход границы, то конечно же можно сказать, что пострадали они все-таки именно за свою музыку. Но кто еще действительно пострадал за музыку, по моему мнению? Это москвичи Алексей Романов, участник группы «Воскресенье» и звукорежиссер этой же группы Александр Арутюнов, которых в 1984 году дали им по три с половиной года заключения. Но так как статьи за музыку в Уголовном кодексе Советского Союза не было, то им инкриминировали незаконную предпринимательскую деятельность. Их обвиняли в том, что они зарабатывали платными концертами, не имея на это права. И распространяли собственную аудиопродукцию, но что они не имели права тем более. Право давать платные концерты в Советском Союзе имели только профессиональные музыканты из государственных филармоний. А торговать чем-либо имели право только государственные магазины, ну либо потребительская кооперация. Но это тоже самые государственные магазины были. Еще в 1984 году была арестована во время концерта группа «Браво» за, опять-таки, незаконный концерт. Музыкантов вскоре отпустили. Арестовали только вокалистку Жанну Агузарову, в которой нашли поддельный паспорт на имя шведской гражданки Ивоны Андерс. После общения с этого космического вида дамочкой, милиционеры отправили ее на экспертизу в Институт судебной психиатрии имени Сербского. После чего она полтора года провела на принудительно-здоровительных работах. Сейчас продолжает выступать. И, по-моему, использует иногда имя Ивоны Андерс в качестве псевдонима. Кто еще пострадал из музыкантов? Это, конечно, не рок-музыкант. Но за распространение музыкальной продукции западных исполнителей пострадал известный музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис, который в последний год жизни Виктора Цоя, если вы помните, был продюсером группы «Кино». Первый раз его арестовали в 1970 году. И во время обыска при аресте у него в квартире нашли порядка 20 тысяч долларов и импортные пластинки «Битлз», «Роллинг Стоунс». Поэтому его посадили за нарушение правил валютных операций и контрабанду на 10 годков. Но выпущен он был досрочно. Но в 1977 году опять был осужден за валютные махинации. Освободился только в 1987 году. Позже он был оправдан по всем статьям. Еще можно сказать, что за музыку в 1984 году пострадал также Александр Новиков. Но это шансонье, это не рок-музыкант, но тем не менее это музыкант, которому тоже дали 10 лет лагерей. За что дали? Они с друзьями конструировали и изготавливали звукоусилительную аппаратуру, усилители и колонки. Их подделывали под западные изделия. Затем через комиссионные магазины продавали, как импортные. Поэтому он был осужден по статье «Сбыт фальсификата». Аж в 1990 году Верховный суд освободил его и отменил приговор за отсутствие состава преступления. Если взять Федора Чистякова, который тоже вроде бы как сидел ленинградец, основатель группы «Ноль» и автор знаменитого термина «говнорок», то сказать, что он пострадал за музыку, можно с очень большой натяжкой. После развала Советского Союза он порезал ножом свою подружку и объяснял свой поступок тем, что она ведьма. И он хотел избавить человечество от ее черной ауры. Был пойман, осужден и провел около года в СИЗО в крестах. Но на суде, перед тем, как его посадить, его признали невменяемым. И с диагнозом параноидная шизофрения он был отправлен на лечение в городскую психиатрическую больницу, где его лечили больше года. В 2017 году он эмигрировал в США. Рок-музыкант? Да. Но сказать, что он пострадал за музыку, думаю, не получится. Пострадавших за музыку в Советском Союзе России я нашел. Немного. Но когда послушаешь наших рок-музыкантов той волны, так складывается впечатление, что чуть ли не все ходили под тюрьмой и под жесточайшим давлением Комитета Госбезопасности. Да, конечно же, отрицать нельзя, чтобы со стороны властей и аппаратуру отнимали, арестовывали. Он, видите, разгоняли рок-музыкантов, видите, арестовывают. И зрителей разбушевавшихся разгоняли. Но опять-таки, в любом случае, говорить о том, что это был какой-то небывалый пресс, я бы так не стал. Потому что, я повторюсь, я вам перечислил всех, кого я нашел, кого реально осудили за совершенно другие статьи. Но, тем не менее, после посещения и этой выставки, и выставки в Русском музее, у меня возникла идея сочинить песню на эту тему, в которой будет фигурировать вымышленный персонаж, но именно будет тема развита давление на музыкантов со стороны органов безопасности. Сейчас же абсолютно отсутствует идеологический контроль за рок-музыкантами со стороны властей. Пой и говори, что хочешь. Хочешь власть ругай, хочешь обзывай кого хочешь, хочешь матерись, хочешь пошлятью нанеси со сцены, нету никакой цензуры, хочешь даже кричи убей мента, как это делали музыканты группы Психея, призывай к убийствам. И ничего тебе за это не будет. Такой вольницы для музыкантов, которая установилась при Ельцине и продолжается и сейчас при Путине, я заставший брежневские и антроповские времена с карательной психиатрией, честно скажу, еще не видел. Но многих, кто этого не видел и не знает об этом, бывает сильно заносит. В русском музее отзывы оставили, но здесь тоже надо. Золотой век. Ну, раз Волощук здесь побывал, нужно обязательно отметиться. Поблагодарить. Поблагодарить организаторов выставки и личного Ленина Барановского. Как незаметно и как быстро летит время. Уже и ленинградский рок в музей попал. А ведь совсем недавно это рокерское племя устои сотрясало, вызывая споры и скандал. Гоняли рокеров, гитары отнимали, ругали, говорили, что это не музыка совсем. Теперь в музее музыки устроили им фото биеннале. Теперь рок это классика, это сомнению не подвергается никем. Своими фото и своей работой нам Барановский Валентин напомнил те года. Бесчинство на концертах показал, милицию и рок-пехоту, бои за рок-н-ролл и заседания над Кинчевым суда. Да, ленинградский рок, рок-клуб это история, но молодо звучит сейчас Санкт-Петербургский рок. Панк-рок и метал-кор новую року задают здесь траекторию. Рок-н-ролл мертв когда-то посчитал БГ, но Волощук СД ему ответит, простите метр, но да здравствует хард-рок. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук. Волощук, Волощук.